Абсолютным триумфатором премии стал Бруно Марс. Он победил в семи категориях, включая главные, песня года, запись года и альбом года. Причем победу в последней номинации пророчили Кендрику Ламару и его пластинки «Хамбл». В социальных сетях фанаты рэпера до сих пор возмущаются таким исходом. Впрочем, без награды Ламара не оставили. Он унес домой четыре статуэтки. Не обошлось и без сюрпризов. Российский пианист Даниил Трифонов победил номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение». А композиция Рэнди Ньюмана «Путин» стала лучшей аранжировкой. Ну а теперь о других победителях. На этот раз в кинофестивале Sundance. В минувшие выходные в Парк-Сити огласили победителей фестиваля независимого кино. Лучшим драматическим фильмом жюри фестиваля назвали ЛГБТ-драму «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» с Хлоей Морец в главной роли. Фильм «Воспитательница» принес его режиссеру Саре Каланджело победу в категории «Лучший режиссер драматического фильма». Лучшим режиссером документального фильма стала Александрия Бомбак. Ее картина «На своих плечах» посвящена истории, сбежавшей из плена исламского государства девушки, которая впоследствии стала послом доброй воли ООН. Картину американо-российского режиссера Максима Поздоровкина «Наш новый президент» отметили за монтаж в разделе мирового документального кино. А «Генезис 2.0» Кристиана Фрая и Максима Арбугаева за операторскую работу. В основу сюжета «Генезиса 2.0» легла история жителей Якутии, которые охотились за бивнями мамонта. Не все звезды уехали в Нью-Йорк и Парк-Сити. В Лос-Анджелесе прошел ежегодный галловечер «Good Day USA», посвященный дружеским отношениям между Австралией и США. Австралийских актеров в Голливуде предостаточно, поэтому на красной дорожке именно они стали главными звездами. Но все-таки особое внимание было приковано к номинантке на «Оскар» Марго Робби. На церемонии она получила награду, пусть и не такую престижную, как «Оскар», зато от соотечественников. Это потрясающе. С тех пор, как я переехала в Лос-Анджелес, я всегда ощущала здесь присутствие австралийского сообщества. Со временем я стала причастна к нему гораздо больше, поэтому получить эту награду сегодня для меня значит очень многое. А вот станет ли Марго лучшей актрисой за роль в фильме «Тоня против всех» будет известно 4 марта. Джеймс Франко, новый аутсайдер Голливуда. После обвинения в сексуальных домогательствах актеры не дали номинацию на «Оскар». Скорее всего, среди гостей церемонии. Мы его тоже не увидим. Но и этим ограничиваться не стали. Каждый год журнал «Вэнтифэр» выпускает голливудский номер, посвященный главным героям киноиндустрии. В фотосъемке принял участие и Франко, однако на обложке журнала он не появился. Его изображение пришлось убрать с помощью фотошопа. Смотреть «Оскар» из дома будет и Кейси Аффлек, который стал лауреатом премии в прошлом году. Приглашение актер не получил по той же причине, что и Франко.